Итак, в этом видео хочу вам показать, что такое Инстаграм и как с ним работать. Фактически это одна из соцсетей, которая имеет свои особенности. Вот есть у нас там ВКонтакте, есть Одноклассники, Фейсбук и так далее. В Инстаграме большей частью мы работаем через фотографии. То есть вот эти люди размещают какие-то разные фото. У людей есть подписчики, то есть если я зайду в свой аккаунт сейчас. Вот есть подписчики. И вот фотографии, которые я разместила. Под фотографиями можно написать какой-то текст с хэштегами. Мы о них еще сегодня поговорим. Можно какой-то информационный текст написать, а можно какой-то короткий текст написать. Например, как здесь больше хэштегов и такое вот легкое объявление. Значит, давайте пройдемся по кнопочкам, что вообще здесь есть. Значит, в первую очередь, вы когда создали свой аккаунт, нужно его настроить. И вот видите, у меня здесь написано, да, то есть кто я и вообще чем в основном посвящен как бы этот аккаунт. Life Trainer, персональный коучинг, тренер по снижению веса и адрес моего домена, моего сайта. Если у вас нет сайта, вы можете здесь сделать страничку свою, ссылочку на свою страничку, какой-то из соцсетей, например, ВКонтакте, да, чаще всего делают. И телефончик можете от WhatsApp или Viber установить. Я смотрю, сейчас многие это делают, ну, потому как подписчики у вас могут появиться из разных городов. Чтобы не тратить деньги на роуминг, на смс и так далее, то проще всего WhatsApp или Viber свой написать для общения с человеком. И если его заинтересовало то, что размещаете вы на своем аккаунте или вот объявление, которое вы дали, то он с легкостью в вашем профиле вот здесь может найти контактные данные ваши и уже с вами выйти на связь. А здесь есть такое, как это называется-то, ну, в общем, есть директ, то есть возможность написать сообщение. Находится оно вот здесь, вот есть такой вот домик, и справа вверху появляется такая вот кнопочка. На нее нажимаете, и, собственно, тогда вы можете кому-то из ваших знакомых что-то написать. Берете плюсик, поиск кому, ну, то есть, либо вы вот так вот ищете, либо вы вводите имя, если знаете, какой логин, какую нику человека, либо вы выбираете того, кому нужно что-то написать и пишете. Тогда человек получит ваше сообщение. Ну, в общем-то, это не сильно распространено здесь, и достаточно трудоемкий все-таки процесс каждому пользователю писать сообщение более эффективно. Это если вот вы, например, человек вам поставил какой-то под вашей картинкой, например. Так, здесь у меня, видите, нравится 15 человек. Например, вы хотите этих людей найти, нажимаете вот на эту нравится 15, и у вас открываются те люди, которым это нравится. Вы можете этим людям написать. Здравствуйте, вы поставили лайк там под такой-то, под таким-то объявлением, вас интересует работа. То есть, вот, в принципе, для этого здесь можно использовать директ. А так, большей частью мы пишем комментарии в какие-то аккаунты раскрученные. То есть, вот, если я зайду куда-то, иди это посмотреть. Чуть-чуть сама тут путаюсь еще пока методом тыкаут. То есть, вот, видите, вот разные есть пользователи, которые что-то выкладывают. Так как я на всех подряд подписываюсь, то у меня здесь и выскакивает все подряд. Ну, например, вот, если я зайду сюда, и вижу, что у нее 2383 подписчика. Ну, а вот по этому посту лайков, в общем-то, нету. Значит, здесь писать что-либо нет смысла. Идем дальше. 100 лайков. То есть, в принципе, если здесь вот оставить комментарий. Видите, кто-то пишет комментарий. Можно оставить комментарий. Привет, приглашаю на работу или какое-то объявление дать. 100 человек уже посмотрели эти лайки. Значит, его информация наиболее, так вот, ну, как бы, более актуальна, чем в предыдущем случае. Фактически, вы можете находить такие вот аккаунты, где много пользователей. Есть гораздо более раскрученные. Сейчас они мне что-то на глаза не попадаются. 2307. Нравится 22, но это мало. Я обратила внимание, что есть там много аккаунтов, которые посвящены каким-то, ну, вот, звезды ведут свои аккаунты. Или там Москва, например. Ну, здесь ничего нет. Ничего сейчас не попадается почему-то. Что ж такое-то. Ну, как бы, ладно, думаю, понятен, в принципе, да, смысл, что мы смотрим. И под такими раскрученными, где много... А, вот, Москва онлайн, например, да. Хотела показать ее. 286 уже лайков. То есть много людей заходит именно на эти странички, читают, чего у них здесь. Соответственно, если здесь комментарий свой добавить, то будет это более популярно. И, конечно, больше людей увидит ваш пост. Значит, что мы делаем, когда мы заводим аккаунт? Идем в настройки. Сейчас, где у нас... А, вот. Нажимаем «Редактировать свой профиль». То есть создали аккаунт. И вот сюда вот попадаем, куда вводим свое имя, как бы, логин. Можно не писать обязательно адрес сайта, можно какое-то другое слово ввести. Но так как я продвигаю бонус аккаунт, то я, соответственно, написала именно вот это. Вы же дальше концентрируетесь на том, что вы хотите продвигать. Я вообще рекомендую, конечно, конкретно на работу, по-моему, об этом говорила, да, дальше? Приглашать на работу, то есть создать аккаунт именно по работе. Соответственно, выкладывать какие-то умные мысли у себя периодически на аккаунте. Вот видите, у меня здесь больше там по питанию, по стройности советы, по велносу иногда. Ну и так вот из своей жизни тоже я выкладываю вообще, чем занимаюсь. Но больше стараюсь по здоровью. Лучше сконцентрироваться, конечно, на чем-то одном. То есть если вы набираете людей на работу, то периодически выкладывайте посты про какие-то умные статьи из нашей группы, например, «Мастер», чтобы долго не заморачиваться. И больше, наверное, результат вам принесет именно, когда вы будете комментарии оставлять под раскрученными аккаунтами. Потому что это все-таки уже как бы обращение к людям с каким-то предложением. Насколько я понимаю, это наиболее эффективно. Если много-много-много информации размещать на своем аккаунте, но будете набирать постепенно подписчиков. Не факт, что они будут, тоже будут просматривать, конечно, обращаться к вам. Но для того, чтобы усилить эффект, то лучше все-таки писать комментарии и предложения. В любом случае, это всегда более эффективно, чем размещение просто информации. И что здесь еще у нас можно сделать? Можно зайти, вот здесь вот такие вот три точечки. Как бы здесь у нас настройки. Вы можете импортировать своих друзей из Facebook, из ВКонтакта. Да, вот сюда вот нажмете. Вот у меня сейчас они уже импортированы. Так вы нажимаете и нажимаете «Подписаться на всех». Произойдет такая операция. К ним будет отправлен запрос на кого-то уже, видите, я вот тут из них подписалась. Ну и так далее. Сделайте так по всем соцсетям. Чтобы это у вас получилось, у вас должен быть перевязан аккаунт. Чуть-чуть ниже вот здесь вот опускаемся, находим кнопочку «Связанные аккаунты». Нажимаем. У меня вот связаны сейчас два аккаунта. «Контакты» и «Фейсбук». Остальных я, ну, как-то еще не доходят руки дополнить. Я не сильно понимаю эти сети, наверное, поэтому ими не сильно пользуюсь. Хотя по-хорошему нужно бы взять найти пароли и привязать аккаунты все, чтобы уже трансляция шла на все аккаунты. Потому что это расширяет круг ваших друзей и знакомых. Вы же не знаете, откуда, где, когда появится у вас человек. Чем больше распространена будет ваша информация, тем лучше. Чем больше людей увидят, тем больше процентов интересуются. Для того, чтобы привязать аккаунт, вот видите, у меня эти синенькие уже привязаны, с галточкой стоят, а эти нет. Нажимаете, например, вот «Твиттер» я нажала, да, и «Твиттер» сейчас спрашивает ввести адрес почты и пароль. Сюда мы вводим данные, с которыми вы регистрировались именно в «Твиттер». Потому что этому приложению нужно будет доступ к вашему аккаунту. То есть, когда вы регистрировали логин «Твиттера», у вас появился там свой логин, ну или адрес электронной почты, который вы регистрировали там, и появился свой пароль. Вы это вводите сюда, нажимаете кнопку «Запомните», нажимаете кнопку «Авторизовать». И потом у вас будет уже возможность какой-либо пост размещать одновременно на несколько соцсетей. Или отмечать те соцсети, на которые вы хотите его разместить. Вот. Ну, в принципе, здесь вы увидите дальше настройки, с которыми полой можно полазить и посмотреть, чего они здесь. Аккаунт я вам советую оставить открытым, потому что, наоборот, вам нужны доступности публичной, чтобы вам могли написать. Можно написать «Пригласить друзей». Ну, то есть, не бойтесь тыкаться, посмотрите, исследуйте, что у нас здесь есть, да. Так, ну и, в общем-то, наверное, по настройкам все. Так, ну и, в общем-то,